Но меры по ограничению контактов между людьми не помеха культурному отдыху жителей Лабытнанги. В современном мире сеть интернет стала неотъемлемой частью жизни. Музей, детская школа искусств, библиотеки, дом культуры вынужденно перешли на онлайн-режим. Но, как показала практика, плюсов от этого немало. Каких имена, расскажет Дмитрий Мавдрик. Культурная часть города временно в онлайне. В городском кровеческом музее много задумок, связанных с виртуальной реальностью. 20 марта стартовала экскурсия «Сибирь-казачья». Чтобы ее посетить, достаточно просто открыть официальный сайт музея. Единственное отличие от реальной экскурсии – она целиком снята на камеру. Народная мудрость учит. Один в поле не воин. Но из каждого правила есть исключение. И один в поле воин, если он по-казачьи скроен. Сегодня мы поговорим о казачестве, о сибиряках. Помимо этого мы планируем, и вообще у нас, несмотря на то, что дети, дошкольники, младшие школьники, которые ходят по программе заниматься, они не имеют возможности сейчас посетить музей, а мы обязаны выполнить эту программу, то уже на сегодняшний день разрабатывается пусть сокращенное, но видео занятие. Все они будут записаны и им предоставлены согласно планов. В городском Доме культуры также кипит онлайн-жизнь. Можно не только посмотреть лучшие концерты на сайте учреждения, но и поучаствовать в конкурсе. Сейчас подняли архив. У нас каждый вторник, пятницу, в два часа дня будут архивные концерты идти. То есть те, которые прошли уже 2-3-4 года назад, самые такие удачные, самые интересные. Готовится много конкурсов онлайн, один из которых это можно прислать домашнее творчество любому человеку, там трех до бесконечности лет, кто снимет в течение трех минут свое домашнее творчество. Любое творчество приветствуется, и хореография, и вокалы, и кулинарное, и декоративно-прикладное. Любое творчество. День работника культуры, к сожалению, также придется встречать без зрителей. В день профессионального праздника Александр Кислов даст сольный концерт, который можно будет увидеть в прямом эфире в социальных сетях Дома культуры. В центральной библиотеке также все мероприятия по возможности перенесены в интернет-просторы. Сегодня у нас стартует открытие недели детской и юношеской книги. Это будет обозначено завтрашним флешмобом, где нужно будет мне выложить во всей крысе свое фото с элементами одежды авторов, героев книги, которая тебе понравилась или которую не так давно ты прочитал. А вот в детской школе искусств продолжаются плановые каникулы. Продлятся они до 1 апреля. Ну, естественно, с окончанием каникул мы уходим на дистанционное обучение по распоряжению министра образования и министерства культуры. Сроки, к сожалению, нам неизвестны, но до улучшения ситуации. Мы очень тщательно подготовились к карлоте с детьми дистанционно по всем направлениям, по всем предметам, по классам. Это могут быть разные формы работы и электронные варианты заданий и через видео уроки. Как итог, культурная составляющая города даже выиграла от профилактических мер, более углубленно освоив онлайн-площадки и сеть интернет. Дмитрий Мавдрик, Николай Снегир, программа «Время местное».